Если вы подружитесь с соседями, сделайте вот так. Так как мы с соседями хорошо очень подружились. И когда мы построили забор, они сказали, так, я не понял, и что мы теперь будем ходить вот так по улице друг к другу? Так, сейчас решим. В этот дом в Истринском районе Подмосковья Михаил, Виктория и дочка Кристина переехали в марте 2020-го. Двухэтажный каркасник площадью 145 квадратных метров обошелся семье в 3 миллиона 600 тысяч рублей с коммуникациями без отделки. Посмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как при ограниченном бюджете выжить из демократичной технологии «Максимум», с какими трудностями столкнулись наши герои и на что обязательно стоит обращать внимание, чтобы избежать ошибок. Сколько здесь от Москвы? 50 километров. Насколько сильное желание жить за городом и чем ты готов пожертвовать? То есть ты готов пожертвовать и ехать там в дороге, да, этим временем, либо нет? У нас все было просто, мы проверили себя дачей. Миша сказал, да, я лучше буду ездить, но я буду приезжать на свою землю, в свой дом, я это хочу. Вот так. Миша. На самом деле я всю жизнь не дальше, чем полчаса от работы до дома. Всегда. Мне всегда это очень нравилось. Здесь, конечно, все изменилось, но переехав сюда, я еще поменял себе работу и выторговал себе график 4-3. То есть я езжу на работу 4 дня, я каждый день просто перерабатываю, чтобы набрать, грубо говоря, 40 часов в неделю. И поэтому за 3 дня я здесь полностью восстанавливаюсь. Ты высыпаешься намного лучше, чем у нас пьет. Ребята выбрали участок в охраняемом коттеджном поселке в Истринском районе, в 50 километрах от МКАД, с собственной набережной и центральными коммуникациями. Чем больше поселок, тем лучше на самом деле. Поэтому он должен быть большой. Не надо, наверное, верить, что когда-нибудь вам сделают асфальтированные дороги. То есть если это сейчас уже вы видите, то это есть. А все остальное – это только обещание. Это нигде не будет за документами указано. То есть вам красивую картинку покажут, нарисуют это все в фотошопе, скажут, здесь будут асфальтные дороги, здесь будет прекрасная набережная. А по факту воткнут вам маленькую детскую площадку для галочки, какой-нибудь крошкой закатают и все. То есть у нас участок 10 соток. Официально он 2,300 продавался. И мы его за 2,70 взяли. Надо обязательно потратить время и поездить по выставкам, посмотреть. Оставлял их ходить на второй этаж. Говорю, прыгайте. Начинали там прыгать. Я говорю, нет, это из вас из чего сделано, вот из этого и все. Нам не интересно, это слишком шумно. Фундамент – это бетонное основание, в котором все коммуникации уже есть, включая водопровод, отопление, сливы, канализации. Все это на начальном этапе туда закладывается. Не поленитесь, заложите парочку лишних труб закладных, которые, если вы потом что-то додумаете, вывезти электричество куда-то или воду куда-то, или вы забыли, что у вас будет домофон или еще что-то. У вас есть отверстие, через которое вы сможете это потом продеть. Очень хотелось потолок не как в квартире, поэтому исключительно 3 метра. В цене дома увеличить высоту на полметра – это, ну, там, 100 тысяч рублей. То есть, обязательно попросите, чтобы вам это сделали. Если вам говорят 275, вам достаточно? Нет, скажите, хочу 3. Пускай будет 3. И вы себе, ну, может быть, на всю жизнь это строите. И потом вы это уже никак не измените. Но мы подняли потолок и поняли, что лестница будет более крутая. В итоге, чтобы ее опять сделать максимально удобной, нам пришлось сам дом увеличить на полметра, и еще отступ для лестницы мы сделали полметра. То есть, увеличили, чтобы лестница была комфортная для подъема. Вот у нас дом должен быть на полметра меньше. И вот выступа не должно было быть. Вот этот выступ, он сделан исключительно для того, чтобы у лестницы был правильный угол. Про потолки второго этажа. У нас мансардный этаж. А вы смотрите на план сверху, вы видите только 12 квадратных метров комнату. Но вы не понимаете, что у вас эта стена может быть вот такой высоты. И вы даже кровать сюда не поставите. Да, возвращаясь к выставкам, заходишь, сколько квадратов, смотришь, 12 квадратов. У них начинается там от метра вот эта вот скошенная стена. И ты понимаешь, что все, сюда ты ничего не поставишь. И эти 12 квадратов на самом деле превращаются в 9. Чаще всего зашивают горизонтально. Ну, имитация бруса. Мы решили доску взять такой же, но зашить вертикально. Год-два назад я думала о доме, я хотела серый. Потом серых стало слишком много, я захотела черный. Черных тоже уже стало даже на спотелке есть. То есть вечером он становится очень темным, глубоким в болотне. Днем он более такой зеленый. То есть нам, в принципе, нравится, что играет этот цвет. Когда красите доски, все-таки просите, чтобы вам их красили на земле до того, как прибивали. Потому что доски, они сходятся и расходятся. Если, скажем так, вам сначала прибили, и они прям стоят в притык, они могут потом подсыхать и расходиться. И у вас будут непрокрашенные места. То, к сожалению, есть вот такие проблемы, как вытекающая смола, но с этим никак не побороться. Это сосна. Хоть она и кадрные сушки, но... Ну, то есть, да, это надо будет аккуратненько сейчас убирать и подкрашивать. Здесь утепленная отмостка закопана. То есть от дома, под землей, лежат плиты утеплителя, которые, собственно, все оттуда отводят. Очень часто люди нелеглично пишут, когда я рассказываю о чем-то. Хорошо, когда знаешь. Говорят, кройте интернет, почитайте. Допустим, Миша не знал, как устанавливаться как двутавровые балки, да? Ну да, мероприятие. Перекрытие из деревянной двутавровой балки. Для меня это новый материал, я не строитель. И когда, собственно, бригада начала его собирать, я подошел, спросил, а это так и должно быть? Я говорю, да, так и должно быть. А мне что-то казалось, что не так должно быть. Я посмотрел на балки, завод-изготовитель, который зашел на их сайт, написал им письмо, прошу мне прислать каталог, как у вас должны соединяться все элементы. Они мне прислали, я показался нашим штателям, говорю, переделываем, ребят. А в чем там был косяк? Что там они... Там специальные крепления нужно поддерживающие устанавливать при, скажем так, соединении там торцевыми. Ну, я не знаю, может быть, это ничего бы и не было. Может скрипеть начало, может быть, как-то отвалилось, может быть, потолок из-за того, что он зашил гипсокартоном, он бы треснул в каком-то месте от того, что там как-то играет. Мы все время переживали, здесь металлочерепица на крыше, что она будет очень шумная, потому что этаж мансардный, получается, мы потолок на втором этаже зашили по скату. То есть это получается очень высокое пространство. Мы боялись, что во время дождя это будет очень шумно. И мы ходили, извинялись, кричали людям, у которых дома тоже с мансардным этажом и с металлочерепицы, и спрашивали, как это им, то есть насколько это шумно. Мы потому что не понимали. И как бы шум есть, но для кого-то это, как те люди, которые нам говорили, что им наоборот нравится шум дождя, от того, что как бы убаюкивают это. Но для кого-то это может быть критично. И лучше тогда сделайте себе мягкую кровлю, потому что она намного тише. У нас есть в поселке не один каркасный дом, построенный тоже хорошими организациями, но московскими. Там цена значительно выше, допустим, чем мы. Да, а дом меньше. Мы брали из региона организацию. Она в Москве тоже стоит, но не так сильно представлена, скажем так. Поэтому у нас в разы дешевле получилось, чем у других. Рабочая сила не дешевле. У тебя проблема каркасных домов в нашей стране, как по мне, что их строят те люди, которые не знают нормативную документацию, по которому это. Чтобы купить одну сосну, у нас просто сосед поставил бак поливной, и нам с террасой не очень приятно было на него смотреть. Мы сразу решили, что нам нужна большая сосна. Мы с соседом это обговорили. Когда он закончил, я говорю, это финальное место. Он говорит, да. Говорит, ну ты до него не обижайся, здесь вырастет высокое дерево. Чтобы именно с террасы не было видно. И когда мы изучили вопрос, допустим, в садовом центре, в котором многие соседи покупают себе сосны, стоила сосна 10 тысяч, но ее доставка с манипуляторами ее сюда доставить плюс 15. То есть в итоге она выходит в 25. Мы такие, нет, подождем. Именно обидно, что ты покупаешь сосну, и она дешевле, чем все остальное. Потом мы нашли другой садовый центр. Там такая сосна 5400, доставка, и все это 7 тысяч. Мы такие, мы 12500, а, 14500 получилось, с посадкой. И когда мы ехали туда уже за своей сосной, нашли местного мужчину, который продает сосны. У него сосны дороже, но доставка 2500. И выгрузка, посадка 1000 рублей. Мы такие, ну понятно, мы нашли свою сосну. То есть главное искать, и при этом этого мужчины нет никаких там в соцсетях, в интернете и так далее. Но мы такие, так. Он не отмечен на карте. Да, не отмечен на карте никак. На 83 погонных метра забор обошелся в 280 тысяч рублей, 100 тысяч из которых автоматические ворота. Это при условии, что большую часть работы ребята взяли на себя. Потому что мы делали забор сами, то есть железо, столбы и лаги нам устанавливали, а покраска их в белый цвет, закупка древесины. Сами пилили, сами шкурили торцы, сами грунтовали и красили в два слоя. В компании, если это заказывать, кто занимается деревянными заборами, не узнаешь, с чем они покрыли и как быстро это смоется. А 550 досок перекрашивать через год мы не хотели и смотреть на это все, поэтому мы краску брали, естественно, подороже. Изначально мы, на самом деле, рассматривали варианты евро-штаги, но тоже исключительно белый. Но, к сожалению, когда отстрибут общую территорию, у них из-под фримеров летят маленькие камушки, кусочки земли. Довольно болезненно, когда мимо проходишь, у тебя это попадает. Если это попадет в защитное покрытие на таком заборе, оно повредится и, соответственно, в этом месте будут коричневые жуки вылезать. Когда забор коричневый, этого абсолютно не видно. Но так как у нас была идея фикс сделать его белой, мы даже не поленились, здесь недалеко есть поселок, у них регламент, чтобы все делали целый забор одинаковый белый. И там этот белый штакетник, как раз мы поехали туда посмотреть, как это выглядит. И уже через два года, с расстояния метр, видно все эти жучки. Мы вот не понимаем людей, которые строят для себя хороший дом, и потом, скажем так, просто безысходность или не задумываясь, ставят себе железный забор, который абсолютно не украшает, не подчеркивает, а просто как ограда. Это не настолько дороже, как кажется, но мне кажется, это очень важно. Все, кто ходит, пока мы это делали, сдавили все эти носочки, все, кто проходили, все говорили, что очень красиво. Белый самый яркий цвет для глаз, но он все время бьет, и наоборот мелкие брызги, если не подходить, не взглядываться, их наоборот не видно. В следующем выпуске мы пройдем в дом и посмотрим, как организовано пространство внутри. Чтобы не пропустить продолжение, прямо сейчас подпишитесь на канал. Ремонт своими руками, идеи декора стен – все это совсем скоро. Делитесь впечатлениями в комментариях, и спасибо за ваши лайки. Увидимся!